Компания Бриз единственная в России, кто замыкает весь цикл работы с разметкой. Эти спецмашины оборудованы на предприятии собственными силами. Наносят полосы на асфальте краской. Более долговечную разметку из термопластика, для которой нужна высокая температура, рисуют вот эти агрегаты. Здесь же на заводе компании изготавливают и краску, и реагенты для разметки. Их продают по всей Сибири и даже в Монголию. Теперь компания присоединилась к нацпроекту по повышению производительности труда. Основная цель – это добиться изменений в экономической части предприятия, в производственной части предприятия. Оптимизировав процессы, мы сможем выйти на новые рынки, получить новые возможности. Поддержку предприятию в рамках национального проекта окажут эксперты Федерального центра компетенции в сфере производительности труда. Они несколько месяцев будут анализировать все рабочие процессы. Главные задачи – удешевить, повысить качество и сократить троки производства. Обещают, чтобы добиться результата, не нужно будет тратить деньги. Мы не приходим, меняем машины, не меняем оборудование. Мы смотрим на процессы немножко по-другому, что называется, свежим взглядом, взглядом опытных производственников. Находим те потери, которые являются, по сути, организационными, то есть которые можно решить, не применяя инвестиционные методы. К концу 2020 года в нацпроект по повышению производительности в Красноярском крае войдут 54 предприятия. Сегодня их уже 26, и 6 из них из дорожной отрасли. Наши дорожники активно участвуют в нацпроекте. У нас Крайдео, самая крупная эксплуатационная организация, участвует. ДРСУ-10, Минусинс, Балахтинская ДРСУ, Красноярские компании, ТСАТП. Естественно, каждые хотят повысить свою эффективность, производительность, чтобы быть конкурентоспособными. В конечном счете, говорят правительстве региона, нацпроект позволит экономить бюджетные деньги за счет оптимизации производств. Вот на таком, уже современном, уже высокотехнологичном, инновационном производстве будет оптимизировать процессы, будет повышать производительность труда. И я уверен, мы с вами приедем, посмотрим в конце национального проекта, когда пройдет это предприятие. Добьются больших результатов и с точки зрения сокращения издержек, и с точки зрения увеличения, в конце концов, прибыли. Сегодня состоялось стартовое совещание экспертов Федерального центра компетенции с руководством компании БРИС и представителями правительства. Задача проекта – за полгода повысить производительность компании на 40%. Инициативные... Продолжение следует...